О Досмомбете Азовском вообще есть довольно серьезная дискуссия. Некоторые люди считают, что Досмомбет Азовский – это такой нагайский осьян, что то, что говорят о Досмомбете Азовском, это больше свидетельствует о том, что его якобы сконструировали такие нагайские романтики, нежели речь идет о историческом персонаже. Но, во-первых, Досмомбет Азовский оставил огромное поэтическое наследие, которое представлено самыми разнообразными произведениями, есть целый цикл и так далее. Но те, кто спорит и говорит, что это все-таки нагайский осьян, они говорят, что это не аргумент. Аргумент, который у нас в руках есть – это исторические документы. Исторические документы, которые свидетельствуют о том, что Досмомбет Азовский действительно существовал и что он, более того, был не просто поэтом. Вот. Мы, если обратимся к историческим документам, то наиболее активно Досмомбет Азовский упоминается где-то в последней четверти XVI века. Вот с годами жизни Досмомбет Азовскому достаточно трудно их точно установить, потому что нет никаких точных сведений, но, скорее всего, он родился где-то во второй четверти XVI века, и наиболее активно он действовал в последней четверти XVI века. Он очень часто упоминается в исторических документах. В частности, если мы обратимся в РГАДА, Российский государственный архив древних актов, вот в фонде 123-м есть документ, где он упоминается 2 июля 1585 года, и документ в списке вестей Ивана Судакова, сына мясного, и там говорится, что «Сказывал Ивану в разговоре татарин Смаил Азив, приехал из Азова до Смогмета Ага Азовской, который ездил на Дон проведывать и прямых вестей про царевича, и привел с собою донского казака, взял где его на Дону вверх переволоки трех человек казаков, и в разговоре сказывал Смаилю, что садед Кирей царевич с братьею, быв на Дону, поехали в Нагаи за Волгу к Урусу князю, и не доходя Нагайских улусов, пришли на них Нагайские люди и их разгромили. И два царевича пошли в Нагаи, а третий царевич, Мурат Кирей, утек в Астрахань». Вот это одно из упоминаний Досмамбета Азовского, которое на самом деле очень богато на сведения, и вот на основании вот этих вот архивных документов мы можем говорить о том, что Досмамбет Азовский играл практически вот какую-то очень интересную самостоятельную роль вот во всей этой ситуации. То есть вот конкретно в этом документе речь идет о том, что Ислам Герайхан, крымский, который одержал победу вот в очередной смуте, он, видимо, каким-то образом воспользовался связями Досмамбета Азовского, попросил его узнать про матьежных царевичей, и, соответственно, вот здесь результат, собственно говоря, такой вот дипломатической деятельности Досмамбета Азовского. То есть он дипломат. Дальше мы видим документы, которые встречаются, например, в 1593, в 1594, в 1596 годах. Досмамбет Азовский участвует в походах в Шацк. И очень интересно, что он там упоминается, как предводитель наряду с малонагайским князем Борангазы Мурзвой, с Ислам Мурзвой. И вот он, Досмамбет Ага, упоминается отдельно как руководитель-предводитель. Само то, что Досмамбета Азову называют Ага, тоже вот интересно. То есть это не обязательно связывает его непосредственно с турецкой администрацией Азова. Возможно, это просто свидетельство того, что он был очень уважаемым среди всех людей, среди элиты, которая участвовала в событиях того времени. Потому что, с одной стороны, он Мурза, но вот этот титул Ага, вот этот эпитет, это обращение, оно практически вытеснило то, что Мурза. То есть, будучи Мурзвой, он еще и добился вот такого очень высокого ранга, высокого статуса, когда его, выделяя, именно называли Ага. Но тогда же, в конце 16 века, появляются документы, которые упоминают двух сыновей Досмамбета. Это Эсей и Косай, да, мы говорим, из его произведений. А в документах они упоминаются как Косай и Шакай. Ну вот, Исакай, видимо, Исакай, он превратился в Шакая в русских документах. Ну вот, оба они называются Мурзами. То есть, его сыновья называются Мурзами. И, соответственно, скорее всего, ну и Досмамбет был Мурзой. Но вот у него было вот это вот звание Ага. Но вот мы и всё время видим, что он участвует практически самостоятельно в каких-то внешнеполитических акциях, да, в дипломатической какой-то деятельности, в военной деятельности. Он самостоятельно руководит отрядами. Вот. И это вот тоже очень интересная пища для размышлений и очень серьёзный, мне кажется, вклад в ещё не написанную, не сделанную биографию Досмамбета Азовского, которая, конечно же, очень, вот её бы хорошо бы сделать. И она получится очень интересной и даст массу новых, да, сведений о том, как складывались международные отношения в, вот в этом очень интересном, да, перекрёстке. Какую роль играли нагайцы вообще в этом, во всём? Потому что Досмамбет, Досмамбет Ага, скорее всего, играл действительно какую-то очень важную роль. Но вот какую, и это ещё предстоит нам выяснить из документов. Потому что, кого он представлял? Из его произведений мы часто выносим такую вот, как минимум, настороженное отношение к туркам. Да, из источников исторических мы видим, что он и не прорусским был. То есть у него достаточно такая позиция и настороженности в отношении расширяющейся русской державы. У него очень интересные интересные связи с донскими казаками, например, да. То есть мы из его произведений знаем о том, что он уходил казаковать не раз. И вообще Досмамбет Азовский один из самых заметных, наверное, авторов песен нагайских казаков. Казакьерлара. Или Казакджерлара. Как это было зафиксировано, да, письменно. То есть он и казаковал, он и дипломат, он и мурза, феодал, то есть, да, то есть и военный деятель. Это настолько яркая личность, несправедливо, на мой взгляд, забытая, что вот было бы очень интересно, конечно же, заняться его биографией и сделать какую-то такую вот очень интересное исследование о Досмамбете Азовском. Дальше остается еще также серьезный вопрос, а каковы были его взаимоотношения с администрациями и с Малой Ногайской Ордой, и Ногайской Ордой Большой, собственно говоря, Заволжской. Потому что вот как в том процитированном документе, да, Мною, видно, что он все-таки участвовал и в каких-то взаимоотношениях с Большой Ногайской Ордой. Есть даже какие-то предположения, что может быть, а вдруг он был представителем вообще Большой Ногайской Орды в Азове. Ну, в ситуации, когда источники очень мало изучены, конечно же, любая гипотеза, да, имеет право на существование, поэтому мне кажется, что действительно вот этот вот статус Досмамбетаги, вот, очень важной личности в последние четверти XVI века и в начале XVII века уже эту эстафету принимают его сыновья, это все тоже очень интересно. Вот, и вот эти явные какие-то противоречия между тем, что вот есть в его творческом наследии и между теми сведениями, которые русские источники дают. Это тоже ставит перед нами большую задачу. Все-таки должен был остаться какой-то след в османских архивах о Досмамбетаге и вот было бы просто бесценно найти какие-то сведения о Досмамбетаге в османских источниках. То есть, это бы очень сильно дополнило бы вот ту картину и, может быть, объяснило бы вот эти несоответствия между тем, что в творчестве Досмамбета Азовского есть и что есть вот на сегодня вот в доступных русских источниках. Потому что, ну, например, вот эта история с его сыном Косаем, да, Косай, где вот согласно наследию творческому самого Досмамбета Азовла, там говорится о том, что Досмамбет встретил турецкий отряд, возвращаясь домой, завязалась битва и он случайно вот убил своего сына. И наш известный нагайский фольклорист Ашим Иман Азимович Сикалиев говорит о том, что вот этот сюжет затем перешел в какие-то степные южно-русские рассказы и в таком виде все это дело дошло до того, что потом этот сюжет всплыл в Тарасибульбе. Ну вот. И вот как бы вот таким образом нагайский сюжет из «Наследия Досмамбета Азовла» вот таким вот образом вошел еще и в мировую литературу. Да? Вот. То есть, и вот эти моменты тоже было бы очень интересно, конечно же, посмотреть в источниках и таким образом разобраться. Вот. Но, опять же, еще раз повторяю, Досмамбета Азовла, Досмамбета Азовски, Досмамбета Ага это, несомненно, выдающаяся личность второй половины XVI века, выдающийся представитель вообще вот нагайской элиты, которая, несомненно, играла вот какую-то очень важную роль во всех тех событиях, которые происходили при Черноморье, на Дону и на Северном Кавказе. Северном Кавказе. Северном Кавказе.